Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И давненько я вам не отвечал на вопросы, которые в принципе накопились. Поэтому я думаю, что какое-то количество выпусков я попытаюсь давать развернутые ответы. Все ответы будут касаться больше людей, которые просто интересуются яхтингом. Естественно, для тех, кто, скажем, уже достаточно опытный и ходит много, это будет вся информация очень поверхностная. Но, тем не менее, какие-то общие моменты, я думаю, будет интересно узнать. Итак, сегодняшний выпуск будет посвящен ходовым огням. Какие ходовые огни размещаются и почему. И как ими пользоваться, скажем, в темное время суток. Потому что вы знаете, что ходовые огни днем они не нужны. Они нужны только ночью для определения положения судна в пространстве. Итак, погнали! Самые важные и ходовые огни на лодке это зеленый и красный. Зеленый у нас это старборд, то есть правый борт. И левый красный это портсайд, соответственно, левый борт. По-другому ходовые огни не размещаются никогда. Ходовые зеленые и красные имеют угол 60 градусов. То есть зеленый светит 60 градусов вправо, вперед. А и, соответственно, красный 60 градусов также перед собой, только по левому борту. Есть еще третий ходовой огонь. Это белый ходовой огонь кормовой. То есть он стоит сзади у лодки и светит 120 градусов назад. Если вы посмотрите на лодку сбоку, то видно, куда светят, собственно, фонари. Зеленый вперед, белый назад. Если вы начинаете идти под мотором, вы включаете еще дополнительный ходовой огонь, который говорит о том, что ваша лодка идет исключительно под мотором. Это нужно для того, чтобы соблюдать правила расхождения. То есть вам нужно проидентифицировать, как вы идете и под какими парусом, либо мотором вы идете на лодке. Далее, если мы посмотрим на лодку сверху, зеленый и красный светят вперед, белый ходовой светит назад. И белый, который говорит о том, что лодка идет под мотором, светит вперед с углом 120 градусов. То есть его видно как слева, так и справа от лодки. Ну вот история с ходовыми огнями, в принципе, понятна. Теперь давайте рассмотрим, как и для чего это вообще нужно. То есть ходовые огни, ну логично, что они работают ночью, в темное время суток. Но о чем они говорят? Итак, красный и зеленый ходовой огонь обозначают то, что лодка идет прямо на вас и лодка идет под парусом. Когда у нас добавляется белый ходовой огонь, это значит, что лодка идет по-прежнему прямо на вас и лодка идет под мотором. Итак, вот если мы видим такую картину, белый и зеленый, это значит, что лодка идет правым бортом и идет под мотором. Далее, красный и белый, соответственно, лодка идет левым бортом. И далее мы рассматриваем вариант, когда у нас есть, допустим, просто один красный огонь. Один красный огонь говорит, что лодка идет к нам направлена левым бортом и идет под парусами. А теперь вопрос, что значит вот этот ходовой огонь на лодке. Ну, на этот вопрос я вам отвечу в конце видео. Так, вот это вот у нас зеленый, видите, здесь метку идет зеленый. У него угол 60 градусов. Ну и, соответственно, красный такой же, вот угол 60 градусов, вот так светит. Ну и RunLight под радаром. Наверное, не очень хорошо его видно здесь. Ну, он светит с углом 120 градусов вперед. Так, ну и задний ходовой огонь, вот он. У него угол 120 градусов. Что же нам говорят ходовые огни? Итак, вот мы уже знаем, что идет лодка к нам правым бортом. И есть два ходовых огня, белый и красный. Это значит, что это лоцман или по-английски pilot. То есть та лодка, которая подходит к большим судам для того, чтобы их завести в акваторию. Итак, вот это вот лоцман. То есть вы видите, что ходовые огни, они идентифицируют различные типы судов. Далее. В данном случае лодка идет к нам правым бортом. И два белых огня означают то, что судно более 50 метров. Более 50 метров добавляется еще один ходовой огонь. Если вы на судно посмотрите спереди, то эти огни разнесены вот таким вот образом. То есть один идет ниже, второй идет выше. То есть вы будете видеть вот такую картинку. Это значит, что на вас идет прямо судно с габаритами более 50 метров. Две лодки. Обе идут, как вы видите, одна относительно другой. Какая лодка должна какую пропускать. Итак, лодка номер один, лодка номер два. Давайте рассмотрим, какой ходовой огонь видит какая лодка. Лодка номер два видит зеленый огонь. Вы все знаете, что на автомобильных дорогах зеленый свет означает ехать можно, красный свет означает ехать нельзя. Итак, если вы видите зеленый свет, это значит, что вам должны уступать дорогу. Если вы видите красный, это значит, что вы должны уступать дорогу. Просто как светофор. Лодка номер один, что видит? Видит красный свет. Это значит, что лодка номер один должна пропустить лодку номер два. Вот по такому принципу расходятся суда на воде. Вот вы можете посмотреть, сейчас я и здесь соседние лодки стоим на якоре, либо на буе. Но как проидентифицировать себя, что мы стоим именно на якоре? Для этих целей есть топовый огонь. Можно задаться вопросом. Но ходовой огонь, который говорит о том, что лодка идет под мотором, и якорный огонь, это также белый огонь. Да, все верно, но вместе с ходовыми огнями, которые нам идентифицируют лодку, что мы идем под мотором, еще идет зеленый и красный. Если просто белый, можно сказать, конечно, что лодка идет сзади, издалека, но обычно это все происходит под берегом. Когда вы подходите к берегу, вы уже предполагаете, что вы знаете, где вы находитесь. Если вы заходите в какую-то бухту, где возможен якоринг, и вы видите белые огни, наверняка никто там к задам к вам не идет. Просто, скорее всего, лодки стоят на якорях. Ну и как я вам обещал, что означают два красных ходовых огня? Очень просто, идет две лодки. И каким бортом, вы уже сами можете ответить на этот вопрос. Ну, я надеюсь, я вам ответил на вопросы по ходовым огням и слегка затронул тему расхождения на воде. Подписываемся, ставим лайки, и далее я вам буду рассказывать и объяснять, что происходит и как происходит на воде. До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok